Турецкий язык. Урок номер 20. Направительный падеж. Направительный падеж турецкого языка схож с дательным падежом русского языка, но не во всём. Давайте в сегодняшнем уроке подробно рассмотрим. Направительный падеж обозначает объект, к которому направлено действие. Объект отвечает на вопросы киме, кому, нее, чему и нерее, куда. По большой гармонии гласных направительный падеж имеет аффиксы а и э, если слово заканчивается на согласную. Если слово заканчивается на гласную, то добавляется соединительная частица е и получаем аффиксы я и е. И если у нас не слово, а из аффиксы, то вместе с соединительной частицей не имеют варианты на и не. Личные местоимения в направительном падеже. Как вы видите, к личным местоимениям в направительном падеже также добавляются аффиксы направительного падежа а и э. Единственное, что в местоимениях ben и sen, буковка e в этих местоимениях меняется на а, и вместо bene или sene получаем bana и sana. В турецком языке глаголы управляют падежом. Это означает, что не все глаголы можно использовать со словами в разных падежах. А некоторые глаголы даже принуждают использовать слова в определенном падеже. Глаголы, которые управляют направительным падежом, можно разделить на две группы. Первая группа – это когда есть физическое перемещение объекта или физическое воздействие на предмет. Например, в глаголах gitmek – уйти, gelmek – прийти, girmek – ходить, binmek – сесть, кошмак – бежать, girmek – идти, uchmak – лететь, hareket etmek – двигаться. Есть физическое перемещение непосредственно объекта. В следующих же глаголах, например, бютюрмек – унести, коймак – класть, декмек – наливать, отмак – бросать, вермек – давать, бакмак – смотреть. Есть физическое воздействие на предмет. Да, мы взяли какой-то другой предмет и что-то с ним сделали, переместили его в какую-то сторону. И есть у нас вторая группа глаголов – это когда действие выполняется в направлении кого-то или чего-то. То есть у нас нет физического перемещения объекта или нет физического воздействия, но это действие имеет направление. Например, аннатмак – объяснять, объяснять кому-то, то есть в направлении кого-то. Кызмак – злиться, злиться на что-то. Опять же, есть направление, то есть направление злости на что-то. Сор-мак – спрашивать, спрашивать кого-то, направляем наш вопрос кому-то. И нанмак – верить, верим тоже. У нас есть направление этой веры и так далее. Все остальные глаголы тоже вот в таком русле. Поэтому, как маленькая подсказка для того, чтобы использовать правильно направительный падеж, первое, лучше всего задать вопрос именно не кому или чему, а куда. Мы задаем куда. Вот смотрите, у нас первая группа глаголов всегда будет отвечать на вопрос куда. То есть уйти, куда, куда-то уйти, куда-то прийти, куда, входить, сесть, куда, бежать, куда, идти, куда. То есть мы всегда задаем вопрос куда и все эти глаголы отвечают на этот вопрос. Значит мы можем слова в использовании с этими глаголами использовать в направительном падеже. Точно так же и в глаголах, в которых есть физическое воздействие на предмет, унести, класть, наливать, бросать, давать, смотреть, точно можем ответить на вопрос куда. Если же у нас глагол не отвечает на вопрос куда, например, анлатмак – объяснять. Объяснять куда как бы не совсем подходит. Тогда мы задаем такой себе вопрос. Есть ли направление у этого действия? Объясняем кому-то, значит в направлении кого-то. Злиться в направлении чего-то. Спрашивать в направлении кого-то. То есть мы задаем вот себе такой вопрос. Можно ли это действие делать в направлении кого-то и чего-то. Если есть, значит мы тоже используем направительный падеж. Потому что есть, например, глаголы, которые невозможно использовать со словами в направительном падеже. Например, глагол «взрослеть». Взрослеть нельзя в направлении кого-то или чего-то. Это исключается. Поэтому, например, взрослеть нельзя использовать со словами в направительном падеже. Или, например, глагол «жарить» или «варить». Нельзя «жарить» или «варить» в направлении чего-то или кого-то. Значит, эти слова нельзя будет использовать с направительным падежом. Теперь давайте рассмотрим несколько примеров для того, чтобы усвоить на практике, как применяется направительный падеж. Вот скажем, если у нас слово или объект – это пункт назначения. Например, «бен ищет гидьорум» – «я иду на работу». Да, у нас есть глагол, который «иду», «гидьорум». Мы задаем вопрос «куда?». Да, можно ответить. Значит, мы используем на правительном падеже. Слово у нас «ищь работа», буква «и», поэтому аффикс «э» и получаем «бен ищет гидьорум» – «я иду на работу». Или «эренджлер», «хэр сабах», «окула гельерлаш». Ученики каждое утро приходят в школу. Приходят на вопрос «куда?» в школу. «Окул», так как «у» по гармонии гласных у нас аффикс «а» и получаем «эренджлер», «хэр сабах», «окула гельерлаш». «Бугюнь Парисе учерус», «мы сегодня летим в Париж». «Летим куда?» отвечает на вопрос «значит», используя на правительном падеже слово «париз», «париж», добавляем аффикс «э» и пишем через апостроф, так как это имя собственное, получаем «бугюнь Парисе учерус», «мы сегодня летим в Париж». Сулейман входит в комнату. Входит «куда?» в комнату. Комната «ода» заканчивается на гласную, поэтому аффикс у нас через соединительную частицу «е» и получаем «одая». Сулейман, «одая» гельерлаш. Амбулянс, хастаи, хастане, гетюрерлаш. Скорая везет больного в больницу. Везет «куда?» отвечает на вопрос «куда?» Значит, используем на правительном падеже слово «хастане больница» заканчивается на гласную «э», поэтому добавляем аффикс «е» и получаем «амбулянс», «хастаи», «хастане», «гетюрер». Как вы видите во всех этих примерах, у нас слово «был объект», который означал пункт назначения. Следующий пример у нас будет слово «объект», «место перемещения». Например, «китаплары, рафа, койёрум». Я ставлю книги на полку. Ставлю «куда?» Полка у нас «раф», поэтому добавляем аффикс «а», получаем «китаплары, рафа, койёрум». Я ставлю книги на полку. Как видите, здесь объект – это какое-то место, и мы перемещаем какой-то один предмет на это место. Следующий пример. Слово «маса» заканчивается на гласную, поэтому аффикс «я». Задаем вопрос «куда?» Получаем «на столе». Следующий пример. Наливаем воду в стакан. Наливаем «куда?» В стакан. Отвечает на вопрос «куда?» Значит, используем направительное падеже слово «бардак», так как аффикс у нас «а». И у нас идет озвончение буквы «к» на букву «юмушак» и «ге». И получаем «сую бардаа, долг дурьорус». Дальше. У нас объекты и слово может быть личным местоимением. Например, сегодня друзья приходят к нам. В гости, скажем, да, к нам. Или следующий пример. Учитель очень злится на него или на нее. Злится в направлении «кого?» Есть направление, да, у «сгости». Поэтому мы используем направительный падеж. Местоимение лично третьего лица единственного числа у нас получается «она», «эритмен», «она», «чок», «кзьёж». Мы задаем вам вопрос. Задаем вопрос, задавать вопрос в направлении. Кого-то мы можем это действие делать, да? Можем задать направление. Вас, нас, его. Поэтому мы используем направительный падеж. «Бис, сизе, сору, савиорус». Ахмед, сана, ярдым, эдьёж. Ахмед помогает тебе. Ахмед, ярдым, эдьёж помогает или делает помощь. Делает помощь, он помогает в направлении. Кого? В направлении тебя, да. Тоже можно это глагол использовать на ответ в направлении, чего он делается, это действие. Поэтому используем направительный падеж и получаем «ахмед, сана, ярдым, эдьёж». Наш директор не разрешает им. Наш директор делает действие. Что он делает? Он не разрешает. Не разрешает кому им. То есть в направлении, кого в направлении, в их направлении. Есть направление и действие, поэтому используем направлении поддержки. Дальше, есть ли у нас объект указательное местоимение? Указательное местоимение у нас используется вместе с соединительной частичкой не. И получаем указательное местоимение у нас бу, шу, о. И в направлении падежей это будет звучать как буна, шуна, она. Например, бен буна котыл мерум. Я с этим не согласен. Я не согласен котыл мерум, да? В направлении чего? В направлении этого. Есть направление глагола, поэтому направительный падеж. Вен буна котыл мерум. Шуна суйдиорум ама анамер. Я говорю ему и ей, но он не понимает. Это немножко, конечно, так жаргонно выражение. Но для того, чтобы взять такой пример, пришлось писать вот так. Шуна суйдиорум ама анамер. Здесь тоже у нас указательное местоимение шу. Используем соединительной частицей. Не получаем шуна суйдиорум ама анамер. Я говорю ему, то есть я говорю в направлении этого человека, его или ее. Но она не понимает. У глагола есть направление. Также еще направительный падеж может использоваться с объектами, которые обозначают стоимость. Здесь у нас добавляются дополнительные вопросы. Кача и некадара. Есть у нас такие вопросы. Кач сколько или некадар. Тоже переводится как сколько. И вот мы можем его использовать в направительном падеже. В вопросы тоже добавляется. Аффикс направленного падежа. И возьмем несколько примеров. Например. Эль маи беч лирая сатьюрум. Я продаю яблоки по 5 лир. Если мы спросим, сколько стоит яблок? Эль ма качпара. Сколько стоит? Ответ можно сказать. Эль ма беч лира. То есть яблоки 5 лир. Но если мы используем с глаголом. Здесь в данном случае у нас сатьюрум. Продаю. Тогда используется направительный падеж. Эль маи беч лирая сатьюрум. Я продаю яблоки по 5 лир. Или например. Тер джумей бин рубле я пьёрум. Я делаю перевод за 1000 рублей. Здесь то же самое. Если вопрос у нас идет. Перевод, который ты делаешь. Качпара. Сколько. Или некадар. Сколько. То ответ должен быть бин рубле. Но если мы спрашиваем с глаголом. Например вопрос будет звучать так. Тер джумей кача я пьёрсун. Или тер джумей некадарая я пьёрсун. Тогда ответ у нас будет. Тер джумей бин рубле я пьёр. Я делаю перевод за 1000 рублей. Также у нас объект может обозначать обстоятельства времени. Здесь еще добавляется один дополнительный вопрос. Незамана на когда. У нас есть такой вопрос как Незаман. Переводится когда. А Незамана на когда. Например. Ярына ищи битеририс. На завтра работу закончим. Если вопрос у нас. Незаман ищи битеририс. То ответ у нас будет. Ярын ищи битеририс. Но если мы спрашиваем. Не когда закончите. А на когда закончите. Незамана ищи битеририс. Тогда ответ у нас будет. Ярына ищи битеририс. Или например Вечером увидимся Как бы на когда увидимся Здесь тоже Если у нас вопрос Когда увидимся Можно ответить Вечером увидимся Но если у нас спрашивают На когда увидимся Тогда отвечаем Используем Направительный падеж На следующей неделе сыграем Здесь слово «хавтая» тоже в направительном падеже На вопрос «не замана» на «когда» сыграем Отвечаем «хавтая ойнарес» Почему переводится «следующая неделя» Потому что когда мы говорим слово «неделю» Она не может быть прошлой, она может быть только впереди Действие, которое будет впереди Поэтому «хавтая» всегда будет обозначать «на следующей неделе» Хотя слова «следующий» как такового здесь нет Это так себе запомнится Теперь возьмем несколько примеров Если у нас объект это «изофет» Например, «кардещемин офиси не гидиорус» Мы едем в офис брата Здесь у нас «изофет» «кардещемин офиси» То есть офис моего брата И вот к «изофету» мы добавляем аффикс С соединительной частицей «не» Получается «кардещемин офиси не гидиорус» Мы едем в офис брата Или, например, «аркадашимин арабасы на биньордлаш» «аркадашимин арабасы» Это у нас «изофет» Да, машина моего друга В направительном падеже добавляем аффикс С соединительной частицей «не» Получаем «аркадашимин арабасы на биньордлаш» Они садятся в машину моего друга Вот здесь нужно увидеть, что это не просто слово А именно «изофет» Следующий, например, «аскери музея сине гидиорус» Мы переходим в военный музей «аскери музея си» Это военный музей Добавляем аффикс направительного падежа С соединительной частицей «не» И получаем «аскери музея сине гидиорус» Она пишет или он пишет в школьную тетрадь Здесь изофет у нас школьная тетрадь Которая переводится как «окул дефтери» Добавляем аффикс направительного падежа Вместе с одним частицей «не» И получаем «окул дефтери не» «я зьёж» Еще отдельно нужно вынести из всех глаголов Глагол «башламак» Который переводит как «начинать» И вот этот глагол очень часто используется С словами в направительном падеже Например, «китабабашламак» Начинать книгу Слово «китаб» Последняя буквка «п» озвончается на букву «б» «китабабашламак» Начинать книгу или приступать к книге Приступать читать книгу Начинать читать книгу Это можно понимать вот в таком ракурсе Например, «мачабашламак» Начинать матч Когда начинают какую-то игру Футбол, баскетбол Не важно, говорят, что «мачабашкирус» Начинаем матч То есть начинаем подразумевается «играть» Матч Или начинаем игру нашу Например, «дерсе башламак» Начинать урок «Дерсе башламак» Или «ище башламак» Приступать к работе Или начинать работу Здесь, наверное, во всех этих действиях Начинать книгу Приступать к книге Начинать матч Начинать урок Или приступать к работе Смысл такой У нас есть старт Откуда мы начинаем И мы двигаемся То есть матч у нас протекает Или книга у нас начинается И она идет до конца книги Мы читаем То есть у этого действия Тоже есть направление Есть старт Есть направление И конечный какой-то итог То есть мы или дочитаем книгу Или закончится наш урок Закончится наш матч Или закончится наш, скажем, рабочий день Или какая-то отдельная работа Часть работы Поэтому вот этот глагол Башламак Используйте со словами В направительном падеже На этом наш урок закончен Спасибо за внимание До скорых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok